17 представителей Казанского Федерального Университета в Институте Космических Исследований Российской Академии Наук стали участниками конференции «Астрофизика высоких энергий». Их участие связано с приближающейся датой запуска орбитальной российско-германской рентгеновской обсерватории «Спектр рентген-гамма». Орбитальная обсерватория будет состоять из двух рентгеновских телескопов российского телескопа «Артекс-С» и немецкого телескопа «Еразита». В течение восьми лет наблюдения этот телескоп будет сканировать все небо и зарегистрирует несколько миллионов источников рентгеновского излучения, которые будут входить в скопления галактик, сверхмассивные черные дыры, нейтронные звезды, белые карлики, то есть объекты, излучающие в рентгеновском диапазоне. Главная задача проекта «Спектр рентген-гамма» — составление детальной карты Вселенной в жестком рентгеновском диапазоне. Поиск всех наиболее массивных скоплений галактик в видимой Вселенной и наиболее ярких активных ядер галактик. Сверхмассивных черных дыр. Космический аппарат будет работать на расстоянии примерно полтора миллиона километров от Земли. Казанский университет будет участвовать в этом большом международном проекте с помощью своего телескопа с диаметром зеркала полтора метра, который установлен в Турции. Мы уже давно сотрудничаем с Институтом космических исследований, уже набрали опыт совместных наблюдений, и наша задача будет заключаться в том, чтобы в оптическом диапазоне наблюдать рентгеновские источники, которые будут обнаруживать эта обсерватория. На конференции ученые Казанского федерального университета рассказали об исследовании рентгеновских источников по данным ныне действующих орбитальных и наземных оптических телескопов, включая российско-турецкий телескоп КФУ в Турции. Обнаруженные учеными университета рентгеновские источники упростят работу по проекту в будущем. Тот телескоп полутораметровый оптический, о котором мы говорили, в Анталии, он позволяет одновременно наблюдать то, что будет наблюдаться в рентгеновском телескопе. И это идентификация рентгеновских источников с помощью оптического телескопа – это чрезвычайно важная задача. После старта ученые Казанского федерального университета продолжат работу в проекте. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюс.